Приветствую вас. Вы знаете, есть в вашей истории несколько стойкостей, на которые я хотел бы обратить внимание. Так, конечно, да. Так, конечно, угадывал свой подход к отношениям, и кто-то может считать, что отношения нужны исключительно для создания семьи и детей. Кто-то может думать как-то иначе. Тут, конечно, важно принимать человека таким, как он есть, да, вместе с его взглядами, какими бы они, ну, не казались эти взгляды странными, непонятными и так далее. Вот. И всё бы ничего, если бы не одно но. Дело в том, что мужчина, мужчина, изначально, как я понял, знал, о том, что у вас двое детей, и что у вас, было кесарево, два кесарева. И что вы свои шансы не знаете, как вы говорите. То есть, не знаете, правда, шансы на что, не совсем, понятно. Вот. Ну, короче говоря, не знаете. Вот. И это, на самом деле, очень такой, деликатный момент, о котором вы умолчали. То есть, в первую очередь, что конкретно, на что конкретно, у вас неизвестны шансы на рождение ребёнка ещё одного. Возможно, так. Но, тут, как бы, нужно попробовать сразу, нет? На выживание, то есть, есть прямая угроза вашему здоровью, простите, я не знаю, просто, тонкостей медицинских, да, вот, кесарево, как оно влияет на здоровье женщина. Вот. То есть, я хочу сказать, я хочу сказать, главное, что вы не написали, на что именно шансы, шансы свои, вы не знаете? То есть, на что конкретно вы не знаете свои шансы? Вот. Вы не написали, знал ли мужчина об этом? Если мужчина знал, о том, что у вас такая история, знал, например, что есть реальная угроза, допустим, ну, реальная угроза вам, ну, в той или иной степени, неважно, да, вот. То есть, получается, он не принимает вас, такой, какая вы есть. И получается, да, он искал, скорее всего, просто, повод, чтобы самому себе доказать, что вы ему не подходите. Если мужчина не знал, и вы от него скрывали, что у вас такая история, тогда да, тогда справедливо то, что написал мой коллега, Сергей. В том случае, в том случае, если вы не знаете свои шансы родить ребенка, если нет угрозы вашей жизни, в случае, если вы попробуете, то, в этом случае, можно говорить о некой такой, эээ, ну, эгоистичности, эгоцентричности вашей позиции. То есть, вот я считаю так, как вот, ну, считаю так, как считаю, да, и все. И по-другому быть не может. Это не совсем, эээ, хорошая позиция, если вы хотите выстраивать отношения с мужчинами. С другой стороны, если есть угрозы для жизни, и мужчина, эээ, этого не принял, то, скорее всего, ему на вас, эээ, плевать, или вы его волнуете не так сильно, как, эээ, должны бы, и это, в общем-то, показатель, своего отношения к вам. Так или иначе, так или иначе, на мой взгляд, вся история, эээ, сводится, по сути дела, к одному, к тому, что вы поняли, что мужчина видит вас только будучи мать своих детей. И все. Больше вы ему не нужны ни под каким соусом. хорошо это, или плохо, решать не нам. Вы узнали это отношение, вы узнали, как мужчина вас видит, у вас есть знания, что вам с ним делать, вы уже решите сами. Я думаю, что дальше мнение будет разниться, мнение психологов будет разниться, кто-то считает, что это самая главная семья, кто-то, что это самая главная личность, вот. поэтому, я думаю, что здесь мнение будет очень сильно разниться. Мне кажется, мне кажется, что если вы считаете, что ради любимого можно все, да, то если вы считаете, что вот, ну, если любить, то там, никто и ничего не помешает, то вам и нужно искать такого человека себе, который подтверждал бы вашу позицию, скажем так. Вот. Вот. Если вы со своей позиции выбираете других людей, вот, то только тогда позиция такой. Если вам ее, ну, позицию эту, по сути, негде, негде, применить. Вот. Вот и все. Вот и все. Еще один важный момент, еще один важный момент, заключается в том, что вы, смотрите, мать двоих детей. Да? Вы мать двоих детей. и по ряду причин, по ряду причин, почему-то вы расстались с отцом детей. отношения ваших не сложились с отцом детей. Вот. И я бы очень хотел, я бы очень хотел, понять, почему не сложились отношения с отцом детей. Как правило, та причина, по которой вы расстались с отцом детей, может влиять на то, почему у вас не получились отношения сейчас. Например, излишнее ожидание от действий человека, мужчины. Например, неподходящая, несоответствующая модель женского поведения. Ну, может быть, есть что-то еще, может быть, есть что-то еще, о чем мы не знаем. Так или иначе, эти нюансы нужно также рассматривать. Так или иначе, эти нюансы необходимо тоже разбирать, потому что они влияют. Они влияют на то, что вы сейчас делаете. Они влияют на то, как вы себя ведете. Они влияют на ваше поведение. Они влияют на результат. на результат ваших действий. Вот. То есть, вы и начали строить отношения, да, вот сейчас, вот, с мужчиной. А он раз и, так, а я, а что я? Да, да, я не хочу строить отношения с тобой, например. Вы раз отношения с мужчиной строите, а он такой, а мне это не интересно. Да. Например. Вы раз отношения строите с мужчиной, а он, ну, говорит, так, а мне нужна только семья, и кроме семьи меня больше ничего не интересует. Вот. А почему мужчина вас воспринимает только как свою будущую жену? Только как мать своих детей? Почему они воспринимают вас как личность? А что этот мужчина делает с вами? Ну, то есть, почему он с вами оказался, этот мужчина? Мужина. Вот. Об этих вещах. И нужно вам, собственно говоря, подумать как следует. и тогда, я уверен, многие вещи вам будут ясны. Вот. Ну, это, естественно, можно будет поанализировать, это, естественно, можно будет как-то поисследовать, это можно будет поизучать, но факт остаётся фактом на данный момент. Так. Вот. Давайте посмотрим. Так, я правильно думаю, если человек уважен другой, ему ничего не помеха. очень похожий на механизм защиты. То есть, вы, вы не смогли построить обмашение. У вас, ну, не получилось построить обмашение с машиной. Вы сейчас пытаетесь это объяснить. Давайте. Вот. А нужно не объяснять. Нужно анализировать. Знаете, анализировать нужно и делать выводы. Выводы. Из того, что вот, собственно, произошло с вами. Только так. Только так можно найти то, что вы делали неверное, это скорректировать и уже, так тогда, не повторять ошибок. И, соответственно, прийти к тому же, к чему вы хотите. Вот. Обратите внимание, что вы, возможно, боитесь отказа, вы, возможно, склонны додумывать за людей, да? Ну, вот. И отдельного внимания заслуживает ваше понимание любви. То есть, вот, как вы понимаете любовь? То есть, любовь – это вообще что для вас? Любовь – это для вас как? Вот вы говорите, да, что, ну, влюбились. Вот. А, ну, соответственно, давайте подумаем, что именно. То есть, как? Как вы проявляете любовь? Свою. Вот. Я не говорю, что вы не любите мыши, лучше, ну, вообще. Я не хочу этого сказать, что вы его не любите. Я хочу сказать, что нужно исследовать это. Вполне возможно, что вы увидите в своем чувстве любви что-то, связанное со своими желаниями. С жертвенностью. Понимаете? Хорошо. Ну, и цель, конечно. Тоже. Цель ваших отношений. Ваши отношения к детям, к себе, в контексте детей. То есть, не обесцениваете ли вы себя? Из-за того, что вас ждите. И… Не подвержены ли вы такому… Ну, расходим достаточно стереотипы, что… Женщина с детьми, да, там, никому не нужна. Например. Если есть что-то такое и есть, с этим тоже нужно работать. Вот. И… Чем вы третим лучше. Потому что это влияет. Это сильно влияет на вашу жизнь. Это сильно влияет на… На ваше… Поведение… Ээээ… По отношению к мужчинам. Вот. К себе и где-то. Все время связано. Вот. А… Так можно ответить вам на ваш вопрос. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Это хотье. Тогда туда туда когда-roneуacional. Продолжение следует...